Четыре часа и три минуты столько длилась совмещенная пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным. Президент России прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов. Глава государства уделил внимание тому, что действительно волнует жители Камчатки. Ряд вопросов для себя отметил и губернатор Владимир Солодов. Конечно, в первую очередь, это вопросы, касающиеся перелетов. Президент анонсировал продолжение субсидирования плоских тарифов. Решение это будет принято до конца года. Для нас это важнейшая мера поддержки. Она показывает свою эффективность и реально обеспечивает связанность Камчатки с Москвой. Кроме того, уверен, что мы сдвинем с мертвой точки вопрос по субсидированию перелетов в Хабаровск и Владивосток. Благодаря вопросу от магаданского журналиста в поле президентского внимания эта тема снова вернулась. Я хочу напомнить, что я тоже поднимал ее на встречах с Владимиром Владимировичем и будем добиваться ее, безусловно, решения. Также поддержал президент актуальность вопроса исчисления стажа дальневосточника. Вопрос наболевший, сложный, но решать его нужно, потому что северные льготы объективно по ряду позиций уже устарили. Они были установлены еще в советское время, многие из них. И дискуссия эта в правительстве продолжается. Будем настаивать на том, что дополнительные механизмы были введены. Также президент коснулся вопроса расселения жителей, переселения жителей из районов Крайнего Севера. У нас очередь гораздо меньше, чем в республике Коми, о которой шла речь в вопросе, но тоже достаточно велика, больше трех тысяч человек. И нам, конечно, требуется поддержка, это федеральная полномочия, ускорение расселения и акцент на тех категориях, которым более всего нужно такое жилье. И наиболее актуально переселение в районы с более комфортным климатом. Пенсионеры, люди старшего возраста, инвалиды и относящиеся к отдельным категориям. Злободневной темой стало обсуждение цен на продукты питания. Мы это видели и в ответах президента на вопросы, и в вопросах, которые задавали слушатели бегущей строкой. Хочу отметить, что, например, по куриному яйцу у нас на Камчатке ситуация гораздо более благоприятная, чем в большинстве регионов России. Цены в последнее время стабильные, и мы слышали вопросы и с юга, и с центральной части России. Цены, по свидетельству слушателей прямой линии, соответствуют тем, которые мы видим в магазинах Камчатки. Начинаются у нас они от 110 рублей за десяток. Острый вопрос не прозвучал, но был отмечен бегущей строкой. Что касается цен на овощи закрытого грунта, свежие помидоры и огурцы, действительно, тема давно обсуждается. И, конечно, у нас цены крайне высоки из-за перевозки авиационным транспортом. Особенно это касается овощей, которые привозятся в центральной части России или из южных стран. Могу сказать, что тот проект, который мы ведем, строительство круглогодичной теплицы, перешел в финальную стадию реализации. В 2024 году стройка будет закончена. Мы все видим, что в районе Зеленовских озерков уже вырос каркас самой теплицы. А теплица это обеспечит примерно около 40% нашего рынка. Конечно, кратного снижения цены в зимний период вряд ли нам удастся достичь. Но если мы сможем сдержать рост цен и сделать их сопоставимыми с теми ценами, которые мы имеем в летний период, обеспечить безусловное качество, мы сможем. Именно такая цель стоит. И после ввода теплицы к ней будем двигаться по практической реализации. Ну и связано с этим продвижением наших камчатских брендов, камчатского малого и среднего бизнеса. Наши производители стали победителями конкурса брендов, которые агентство стратегических инициатив проводило в прошлом году. Береги Камчатка стал абсолютным победителем в своей категории. А сейчас мы уже реализуем целенаправленную программу поддержки наших брендов и продвижения на российском рынке, о которой президент говорил. Будем мы продолжать и обсудим в ближайшее время с нашими камчатскими бизнесом, предпринимателями, какие дополнительные меры нужны. Решения президента традиционно вложатся в протокол. Ну а мы, не дожидаясь его, уже приступим к исполнению прямо с завтрашнего дня. Все соответствующие поручения я уже отфиксировал, и они всем ответственным членам правительства будут даны. Буду держать вас в курсе по исполнению поручений, данных президентом на прямой линии.